Здравствуйте, уважаемые зрители! Вот мои прибыли в славный город Запорожье. Сегодня у нас... Какое у нас сегодня число? 17. Сегодня 17 июня. Я в гостях у моего брата Максима, его супруги Лизы. И можно сказать, что сегодня судьба занесла нас, Маша, путешественников в этот славный город. Максим, как у меня сейчас? При этом, в отличие от моих городов Украины, в нем осталось еще много заводов, где люди могут работать. Противации. Противации. Да, в принципе, да. Для украиномовных, покажем, упротивации. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мамочки, я к нам. Я и так люблю. Принято в Лизе. Передаем вам привет из города Колмашенька. Береген, как тебе машенька, Береген? Это как? Да, я не могу. Ты многословна сегодня? Мамочек, ты рада видеть в гостях у себя? Рада. Рада? Как ты рада видеть? Да, да, да. Сильно рада. Сегодня дамы возле меня немногословны. Берется, все говорит мне. Вот, приехали мы на трамвае-поезде. Вот ездит он прям по железнодорожным, как трамвай. Не трамвай, а поезд. Поезд такой, как сам состав, он же и вагон, он же и трамвай. Или ездит. Правильно вырис? Мы правильно что-то говорим? Да, почти. Вот. Рельсовая пора. Вот. Передаем Машиным родителям привет. Передаем. Вам Маши тоже привет передаем. Вот. Я тоже передам привет. У нас все хорошо. Вот тут море, можете посмотреть. Вот море, тут люди купаются, все дела. Порт покажи. Да, вон порт. Мы приехали на Дзердянскую косу. Да, 15 маршруткой долго ехали, за полчаса, наверное. Долго ехали, а потом решили получить немного экстрима и пойти на край косы не по дороге, где ходят адекватные люди, а по камышам. Вот. И в результате только что перешли в вот такой заливчик. Вот. Воды было по грудь. Мы его прошли благополучно. И сейчас направляемся к краю косы. И тут, к счастью, нет людей. Только один рыбак сидит одинокий. И вот мы направляемся к нему, чтобы его развлекать. Покажи рыбака. Показываю рыбака. Вот. Погодой нам повезло, не жарко. Солнца яркого нету, потому что тучки. Вот. Но очень тепло. Водичка очень теплая, чистая. И сейчас мы будем кушать черешню, купаться в море. Коид Бердянск, очень милый. Небольшой, может и большой, но там где было, потому что я гибнул. Небольшой городок. Где люди в основном никуда не спешат. Стал, где лежат на пляже и загорают, да? И загорают. А бабушки тут какие клевые. Бабушки ловят бычков сами на удочку. Такая вообще бабулька. Мы ее увидели, сидят два рыбака. А между ними бабулька такая. И она ложит на такую обычную, обычную, какую-то вообще палка к ней лезка приделана. В общем, Мейден сам склепал. У нее удочка такая классная. И она на эту удочку такая одну за другим бычков этих вытягивает. Рыбаки сидят, понять не могут, что за магия у этой бабушки. И почему именно у нее так клюет. Чайки кричат, где нет. Это идеально. Мы вас любим и целуем. Вот так мы проходим по прутьям. Мы вас очень любим приключения. Поэтому мы прям по прутьям проходим. Вот тут у нас обувь сложена аккуратно. Аккуратная обувь аккуратно сложена. А там Мышенька что-то ловит. Так, вот Мышенька забросила. Ого, это успех Мышенька. А ну повернись ко мне с рыбой. Повернись ко мне с рыбой. Стой, стой. Скажи свои впечатления от рыбалки. Все не перевершено. Ну поподробно, пожалуйста. Но рыбы здесь очень много. Она вся вот такая очень крупная. Я вот покажешь свой улов. У нас и лов, вот. Здесь даже одна красноперка. А все остальные вот такие. Не знаю, как они называются. Галабль. Галабль. Есть покрупнее, есть поменьше. И одна красноперка. Теперь я охочусь на красноперку в надежде, что мне попадется еще одна. Вот. Самый неприятный момент, это снимать рыбу с крючка. Потому что иногда она бывает печально, там, крючок в глаз застреет. И мне очень жалко доставать его. И я тогда мучаюсь в сомнениях. Потому что, с одной стороны, мне хочется ее ловить, а с другой стороны, мне ее жалко. Ну что? Ну вот в этой все сравнительно хорошо. А одна попалась, и там кровь была прям очень неприятная. Ну и когда червяк уже не шевелится, то я могу его поправлять. А когда он еще шевелится, то мне противно. И его поправляет зима. Как у тебя впечатление, машинка, от рыбалки? Пока я какую-то акулу поймала. Мощнейшая рыба. Пошли, давай, цепляй ее, пошли, покажешь, что у тебя там в садке. Солько там его делала уже рыбачка. Мне нужна хирургическая помощь. Вот. Вот гигантский лов. Не видно ничего. Как у меня есть? На солнце подниму, ничего не видно. Как у меня есть? Ох. Так, что тут 15 секунд. Ну, теперь расскажи в целом. Ну, хотя бы предложение там на своей рыбалке. В целом, рыбалка прекрасное дело, если крючок не застреет в глазу рыбы. Если застреет в глазу рыбы, это неприятно. Если не застреет, и можно его легко достать, то тогда все хорошо. А еще тут было две гадюки мы видели. Может, это была одна и та же, а может, разная. И это тоже меня напугало. Если не считать этого, то вообще здесь все прекрасно. Природа замечательная. Природа. Вот. Очень красивое это водоподобилище. Водичка здесь очень теплая, очень такая мягкая, приятная. Мы здесь поплавали там чуть дальше, чтобы не спугнуть рыбалку. Вот. И все было очень круто, очень, очень все нравится. Людей здесь нету. Здесь пахнет чебельцом. Вот. И уточки плавают. На, спасай ее. Всем привет. Машенька, привет, пожелай. С добрым утром. Сейчас 5.50 утра. Мы приехали сюда в 4 утра. Вы встали в 3 ночи. Или 3 утра, правильно? Вот мы тут на рыбалке. Сзади видно удочки заброшенные. Вот. Вот такое. Сейчас мы... А где мы, Машенька, находимся с тобой? Мы находимся на Неверзянском водохранительстве. Правильно? Да, да. Ну, расскажи что-нибудь. Мы сейчас в село Осипенко. Вот. И сюда на велосипедок приехали. Ехать полчаса на велосипедок. Мы встали в 3 часа ночи. Вот. И еще было темно. Мы приехали сюда, встретили рассвет. Это очень красиво. Вот. Здесь замечательная природа. Это водохранительская вода. Такая гладкая, гладкая, как детство. Вот. И сверху туман был еще утром, когда мы приехали. Очень красиво. Такая дымка. Вот. И мы уже словили окуня, да? Да, окуня. Там пару красноперок. Окуня и пару красноперок. А еще мы увидели только что, как утка, она с берега запрыгнула на воду и она побежала по воде. Вот реально она машет крыльями и бежит лапами по воде. И таким образом она весь канал перебежала. Так что вам тоже рекомендуем сюда приезжать на водохранилище. Отдыхать тут можно утром. Мы вчера и днем приезжали, да? Да, и мы вас любим и целуем. Это Ажевское море, горе Нвердянск. Откуда Димочка родом. У нас все отлично сегодня вечером. У нас уже поезд. Иф. Мы очень классно провели время. Едите на кассе. Ты все говорили, правду говорили. Все правду.